Хоккейный клуб «Адмирал» продлил контракты с нападающими Максимом Казаковым и Дмитрием Саюстовым. Казаков перешел во Владивостокскую команду в 2016 году из омского «Авангарда». В составе «Моряков» Максим за весь регулярный чемпионат заработал 12 очков. В плей-офф он стал настоящей звездой, забросив 5 шайб в 6 матчах с «Авангардом». А вот для второго нападающего Дмитрия Саюстова следующий чемпионат станет уже третьим в составе «Адмирала». В прошлом сезоне он забросил 12 шайб и сделал 9 передач в регулярке. Также он провел два матча в плей-офф, после чего получил травму. Оба форварда, к слову, продлили свои контракты только на год вперед. Напомню, что игроки «Адмирала» находятся сейчас в отпуске. Новый сезон начнется только 21 августа. В качестве одного из этапов подготовки приморцы примут участие в Кубке президента Казахстана с 6 по 12 августа. Чемпионаты первенства России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт» прошли в городе Одинцово, Московская область. В соревнованиях приняли участие почти 800 спортсменов из 51 региона нашей страны. На ринге побывала и сборная Приморского края. Выступая в составе из 15 человек, наша команда завоевала 5 наград различного достоинства. Обладателями бронзы стали Кирилл Гаврик, Анна Полуцкая и Анна Андронюк. Спортсменка из Уссурийска Мария Башкина завоевала серебро, заодно выполнив норматив кандидата в мастера спорта. А вот Сергей Лагиновских принес в копилку сборной Приморья золотую медаль. Он провел 4 зрелищных боя, в которых ни разу не уступил соперникам. Стоит отметить, что соревнования в этот раз оказались очень высококлассными. Об этом говорит тот факт, что в своих поединках потерпели поражение трое заслуженных мастеров спорта. Женская команда «Спартак Приморья» стала чемпионом ДФО. Финальный этап баскетбольного чемпионата прошел на днях в Хабаровске. Там за медали боролись 4 команды со всего Дальнего Востока. В первом матче приморские баскетболистки одержали победу над Хабаровским университетом экономики и права с разгромным счетом 81-22. Вторая игра с ДВГ АФК из того же Хабаровска закончилась с более приемлемой разницей. Наши девушки обошли соперниц всего на 2 очка, 62-60. А в заключительный игровой день «Спартак» со счетом 74-43 уверенно обыграл Благовещенский «Амур» БГПУ. Одержав три победы в трех матчах, женская команда «Спартак Приморья» восьмой раз стала чемпионом Дальневосточного федерального округа. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.